Добрый день и добро пожаловать на канал, Дуковинка Лада с вами, сегодня мы разговариваем опять о том, что принято, что не принято в Америке, я уже этот вопрос зацепила раньше, вот теперь просто буду продолжать. Всем, кто болел за моего папу, большое спасибо, операция прошла успешно, вчера выписали, он уже дома, все, слава Богу, благополучно, вот, так что еще раз спасибо всем, девочки, кто молился, я не знаю, девчата хотели в церковь молились, всем огромное спасибо и поклон до земли, огромная благодарность от меня и от родителей. Вот, так вот, а что я решила об этой теме немножко поговорить, это тема не судеближнего. В Америке это случается очень-очень редко, опять-таки сразу оговорюсь, сделаю такой дисклеймер, потому что когда я всегда говорю, помните, это мои личные наблюдения, которые базируются на моем воспитании, на том, где я выросла, на том, с чем я выросла, на том, что я сейчас наблюдаю. То есть, и когда я там записываю видео, я вам что-то рассказываю, вы говорите, да неправда не бывает такого, бывает. Я понимаю, у вас может быть по-другому, но то, что я наблюдаю, это совсем, так сказать, другой процесс. Про мужчин записывала, говорила, как нам трудно в Украине, да, выйти замуж и все, и девчата пишут, что да нет, да вот у нас шикарный мужчина, вот он, мой муж, вот я в декрете была сколько лет, и вон все, и все. Многие написали, что не наблюдали такое, многие написали, которые наблюдают такое, да, чтобы выйти замуж не за кого, вот, и тащить его на себе никто не хочет уже. Это как тот старый чемодан без ручки, что выбросить чалка, а тащить сил уже нет. Вот. То есть, опять-таки, я наблюдаю это у себя. На Западной Украине, в маленьком городке, где я живу, вот. Еще какие-то белые молочные на экране, непонятно, чего. А, свет так отражается. Вот. Касательно того, что я сейчас буду рассказывать, это тоже мои наблюдения. У вас, может быть, у тех, кто живет где-то в других странах, в иммиграции, может, у вас как-то не так. Но, опять-таки, я рассказываю про свое, про то, что я наблюдаю вот именно здесь. Вот, потому всегда теперь буду говорить не в Америке, а сугубо Берселл, Коннегет. Нет, по крайней мере, в Коннектикуте. Коннектикут – это такой, но в английский, напыщенный немножко штат. Вот. Богатый штат, где живут богатые люди. Вот. Приезжают люди из Нью-Йорка, которые себе тут покупают дома. Такие weekend homes только у них тут. Они приезжают сюда только на уикенды. Вот. И поднимают нам наши налоги, естественно. Потому что реал эстейт, она ползут вверх. Вот. Ну, и мы подумаем, это все в плане. Вот. Но неважно. Потому говорю я о том, что происходит сугубо вот у меня. Так вот, вот это вот не суди ближнего. Это такое железное, золотое правило, если можно так сказать. Да, было золотое правило про то, что ведите себя с другими точно так же, как вы хотите, чтобы они вели себя по отношению к вам, да? Golden rule так называемый. Так вот, это вот еще один golden rule. Да? Этот golden rule у них имеется в виду, не судите ближнего, то есть не говорите ничего по поводу того там, какой он, как он поступает и так дальше. Так вот, еще одно золотое правило, которое мне очень-очень в Америке нравится, особенно после того, как вырос в маленьком городке, и всем, абсолютно всем до тебя есть дело, кто-то говорил, что заставный это город-герой по сплетням. Ну, всем есть дело до того, кто ты, с кем ты, куда ты, чего ты. Ну, все-все про тебя знают, и все тебя обсуждают, и кости тебе моют по любому поводу, то есть, вот. Так вот, золотое правило это, они говорят, if you can't be kind, be quiet. Абсолютно обожаю это изречение. Если вы не можете быть добрыми, заткнитесь, грубо говоря. То есть, будьте молчаливыми. Да? Вот. Зацепило это меня, когда с папой ситуация случилась, я выложила видео, рассказала, что так и так, где не ищу. Вот. На самом деле, выложила видео ради того, что искала информацию по этим стимуляторам. Сколько стоит, где, может, кто-то меня, может, где-то ставил и так дальше. Боже мой, на меня вылили такие ушатые грязи. Боже мой, меня так осудили за эти деньги. У каждой измывался, как себе считал нужным и как себе хотел. Так вот, золотое правило. Если не можете сказать что-то хорошее, заткнитесь. Мне ваше золотое мнение, оно для вас золотое мнение, но, извините, чтобы не быть грубой, глубоко, все равно. Что вы обо мне думаете? Осуждаете вы меня или нет? Молчите. Видимо, мне пришлось удалить. Это потому, что, я же говорю, что было столько негатива, а у меня в то время столько было стресса, что мне еще вот это надо было себе добавить для полного счастья. И я решила это видео удалить, чтобы просто не читать вот эти вот гадости, которые люди писали. Потому в Америке этого нет. Опять-таки. Кому-то не нравится, как вы там, что вы там делаете. Никто вам ничего говорить не будет. Это ваше дело. Это ваша жизнь. Как вы ее проживете. Что вы получите в конце этой жизни. И так сказать, после жизни. Многие тут верят у нас в жизнь после жизни. Это совершенно никого не волнует. Как вы себя ведете. Кого вы любите. С кем вы спите. Спите ли вы до свадьбы. Не спите ли вы до свадьбы. А ей ли вы или не ей вы. То есть это абсолютно ваше дело. Потому что это ваша личная жизнь. И ваше неприкосновенное личное пространство, в которое никто не имеет права вторгаться. Ни своим языком, ни своими мыслями, ничем. Вот пока у нас в постсовком пространстве не будет защищено вот это вот личное пространство человека, у нас ничего не появляется. Уж каждый считает своим делом. Выразить свое фе и сказать тебе, что он о тебе думает. Да держите при себе ваши мысли. Никому они не нужны. Опять-таки, если вам нечего сказать хорошего, поддержать человека, когда у него там что-то случилось. Молчите в тряпочку и все. Следующее. Я уже начала про личное пространство. Так вот личное пространство касается вот не только ваших мыслей и того, что вы делаете, и того, что никто не будет это комментировать. Потому что они не считают это возможным, они не считают это приемлемым. Да, тут никто не будет это говорить. Без плений не обходится нигде. То есть это бич, который существует везде, во всех странах. И если кто-то с кем-то и говорит, то тихонько, один на один. И не переносит это все так, чтобы везде все знали, и чтобы уже дошло, что да, мы о тебе говорили, вот так и так, и о тебе мы это все сказали. Так вот личное пространство хотела упомянуть. Я наблюдала это воспитание в детях, уважение к личному пространству, когда моя Лида прошла в так называемый детский сад. То есть детский сад это киндергарден. Это дети американские идут киндергарден, когда им исполняется 5 лет. Это уже государственное учреждение. Потому что все, что до 5 лет, это частные чайлдкера, так сказать. Это частные такие садики, которые вы платите. Очень довольно-таки хорошие деньги за то, что ваш ребенок там был в этом вот садике. А государственный детский сад, за который вы уже не платите, это начинается с 5 лет, это уже считается школой. Это уже в обязательном порядке, в то время как чайлдкера, можете себе ребенка держать дома, можете там не этот, а детский сад, все, с 5 лет ребенок начинает ходить. И он помещается в той же школе, то есть это все уже считается школой, хотя называется еще киндергарден. Так вот, первое, самое первое. Не скажу про чайлдкера, потому что у меня ребенок чайлдкера не ходил, она со мной сидела до 5 лет дома. Кого ходили дети в чайлдкера могут, наверное, прокомментировать. Но моя дома до 5 лет была со мной, а потом пошла. И первое, что я наблюдала, когда мы пришли в класс, которым они должны были учиться, это такие большие буквы, написанные плакаты. на стенках один из них, который мне запомнился, самый такой главный, да, было написано Keep your hands to yourself. Мы говорили про язык, да, язык надо при себе держать, потому что, как тот в Библии выражение, что маленький кормчий, да, руководит большим кораблем, так у нас наш язычок может нас завести туда, куда нам не надо. Вот, и очень часто заводит, да, то есть это про язык, а это вот про руки, про то, что трогать ничего нельзя, да, потому нету никаких драк, никто ни с кем никогда не дерется. Я уже даже не про драки говорю, а про то, чтобы ты там тронул кого-то без его разрешения, или чтобы ты там тронул его рюкзак без его разрешения, или его вещи без его разрешения, да, то есть там вот ты видишь, у кого-то что-то там в непорядке с одеждой, или там что-то там у него на голове, ты говоришь, что там, у тебя там пушинка на волосах, можно я с ним? То есть ты не имеешь права прикоснуться к человеку без того, чтобы он, без того, чтобы спросить ему. Так вот, когда дети рассказывали про то, что в школе меня мальчики дергали за косички, для нее это так странно, мол, как и так они тебе дергали за косички? Я говорю, ну, у нас так было приемлемо, да, тут это совсем другая история, они имеют право к тебе прикоснуться, они этому учатся, я же говорю, чуть ли не с пеленок, особенно когда они уже начинают учиться быть в обществе, в классе, да, их учат, как вести себя в обществе, мы никого не трогаем, мы никому не прикасаемся, потому что у человека есть свое личное пространство, и в это личное пространство торгаться в таком случае нельзя. Это касается твоего тела, это касается твоей одежды, это касается твоих, там, сумочек, рюкзаков и всего остального, да, курточек, с чем ты приходишь в школу, это все твое, оно, как бы, неприкасаемо ни для кого. Вот. Ну, а потом, когда мы вырастаем, точно так же наши дома, наши дворы, которые считаются, очень часто люди ставят там себе знаки, если там у них большой кусок земли такой, вот, и видно, что там, допустим, въезд на driveway, вот, ну, а дальше вроде как бы идет лес и лес и лес, и непонятно, то есть живет там кто-то или нет, они очень часто ставят такие таблички, там написано No Trespassing Private Property то есть нельзя сюда проходить, потому что это частная собственность. Понятно, что уже в тот сок не займешь, по-моему. Вот, это все уже защищается законом. Вот, вот эта вот привычка жить согласно этому золотому правилу, да, if you can't be quiet, if you can't be nice, or can't be kind, be quiet, она происходит, вот это вот нежелание судить никого, да, я не знаю, происходит ли оно от того, что все-таки очень распространено протестантство тут, протестанты следуют букве закона, так сказать, тому, что написано в Святом Писании, ну, в Святом Писании написано, да, не судите никого, вот, и поскольку, да, страна основывалась на законах Святого Писания, потому что все наши, так сказать, founding fathers, отцы, которые основывали президенты наши, которые основывали страну, которые писали Конституцию, Конституция основывается вот на всех вот этих вот правилах поведения, да, чужие не на десяти заповедей, заповедях. И это уже стало законом, то есть люди это воспринимают как закон, и они ведут себя согласно этому закону. Я же говорю, не знаю, когда это будет у нас, и будет ли это когда-то у нас, ну, мне трудно об этом говорить, то есть я уверена, что не будет никогда, или, по крайней мере, пока не пройдет несколько поколений, которые в конце концов научатся понимать тот факт, что mind your own business, как говорят еще одного американца, да, то есть пусть тебя заботит только твои собственные дела, вот, не суй нос туда, куда не просят, да, никого не суди, занимайся только собой, вот это вот mind your own business, когда у нас наконец-то касательно там обсуждения, пока у нас научатся люди это воспринимать нормально, и научатся заводить только о своих собственных делах, а думать о других только в том случае, если вы хотите им помочь, ничего не изменит, сейчас я этого пока не наблюдаю, вот, так это еще вот по поводу церкви протестантства, кто-то так хорошо мне сказал, мое видео прокомментировал, таким наивно-невежественным хамским образом сказал, а вы сектантка, то есть вы даете десятину, а вы сектантка, а да, я слышала, что в Украине очень много таких сект, то есть человек настолько невежественный, мало того, что они не слыхали про то, что в России тоже такие секты, скажем так, существуют, а про то, что это секта, самая главная секта в Америке, там идут все сектанты, большой открываем вам секрет, да, если протестанты это секта, то да, Америка сплошные сектанты, так вот, сектанты, да, они дают десятину, ох, кого-то шина задымила, они дают десятину, эти сектанты, они не вмешиваются в вашу жизнь, вот, и они живут согласно еще одному золотому правилу, которое называется Love Hada, любите друг другу, и вот это вот любите друг друга, очень многих озадачивает, каким образом, не значит, что я должна пылать там, горячими чувствами по отношению к другим людям, да, это значит, что если я не могу сделать для них ничего доброго, или сказать о них ничего доброго, я буду держать свой рот закрытым, я не буду их обсуждать, да, если они согласны с тем, что они делают, но если я не говорю, что это там противозаконное, да, то есть я знаю, буду вмешиваться, но если это их личная жизнь, да, опять-таки, как они одеваются, что они едят, что они не едят, с кем они живут, спят, и так дальше, то есть это их личное дело, и это нас не должно интересовать, нас должно интересовать, если им нужна помощь, господи, так, я сейчас немножко еду сюда, потому что я не могу за ним ехать, я не знаю, чем он заправляется, но мама дорогая, дым такой столбом стоит, вот, потому здесь вот эта вот любовь к ближнему управляется тем, что если людям нужна помощь, мы им помогаем, вот и все, любовь, то есть мы откликаемся, даже если они о помощи не просят, но мы знаем, что у них там что-то случилось, мы обязательно предлагаем помощь, таким образом мы проявляем свою любовь, я же говорю, никто не говорит, что надо обниматься, целоваться, пылать горячими чувствами и так дальше, нет, вы делаете то, что сделал бы на вашем месте Иисус, у них есть такой стикер, они очень часто сыпляют на машины, WWJD, WWJD, вот это, вы можете увидеть это, и мне было интересно, что это означает, вот эта аббревиатура, WWJD, аббревиатура означает what would Jesus do, что бы сделал Иисус в таком случае, да, вот, мы стараемся делать то, что делал бы Иисус в таком случае, ну, те, которые из нас сектанты, которые верят в то, что Господь воздает всем и всегда, вот, ну, а тем, кто не верит, ребят, он сохранение энергии никуда не девается, то есть пожелали кому-то что-то хорошее, оно вам вернется, старицы, не пожелали кому-то что-то хорошее, да, когда человеку было трудно, и он выставил видео, а вы взяли, извините, и были на него ушаты, не говорю, чего, это тоже вернется, но никуда не девается, самое страшное то, что оно вернется не вам, а вашим детям, потому, когда вы что-то делаете, гадость, не гадость хорошая, плохое, помните, ваши дети за это заплатят, я уже, слава богу, за свои 45 лет это настолько часто наблюдала, что мне просто страшно, самое страшное то, что люди продолжают делать, то, что они делают, вот так, а куда им нужно идти, сюда, наблюдает то, что у них жизнь ломается, у них все распадается, они продолжают гадить друг к другу, поступать так, как им выгоднее, ну, это же тема для другого видео, так, девочки, мальчики, спасибо большое, за то, что вы смотрели, возвращайтесь на канал, с вами была, руковинка Лада, подписывайтесь, ставьте лайки, дислайки, они тоже считаются, всем хорошего осеннего дня, до встречи, пока,